В приморском городе Аждот прошла пятая конференция, посвященная проблемам алии и абсорбции. Этот Аждотский форум с его горячими дискуссиями, обсуждениями, спорами стал своеобразным полигоном новых идей для всех, кто занимается приемом в Израиле новых граждан. А новые идеи просто необходимы. Репатриация в Израиль сократилась. Кроме евреев из Франции, которые в последнее время бегут из-за антисемитизма, для большинства есть только один стимул – экономический. Организаторы Аждотской конференции, Сахнут и Министерство абсорбции ищут за рубежом и, как агрономы, буквально пересаживают в тепличную израильскую почву редкие саженцы – молодых врачей, ученых, инженеров. Сегодня Алия – это личный выбор. То есть люди не бегут из своих домов из-за преследований, к счастью. Но сегодня мы должны сделать Израиль более привлекательным. Последние десятилетия в Израиль приезжают 20 тысяч репатриантов в год. Мы хотим эту цифру значительно увеличить. Осознание израильским обществом того, что Алия – это толчок экономики, позволит нам привести больше репатриантов. Экономическая польза Алии – оказывается, это вовсе не аксиома. Темой одного из дискуссионных круглых столов был вклад репатрианта в израильскую экономику. Известный экономист Ави Симхон полагает, что никакого вклада не было. В отчете ОСД, представленном правительством шесть недель тому, сказано, 20 лет тому разрыв в уровне жизни между нами и развитыми странами составлял 25%. Сейчас этот разрыв составляет тоже 25%. Все остальное, считает профессор, это халоймес, ведь Алия у нас по-прежнему священная корова. Заметим, это не первый Демарш Симхона. В 2010-м, будучи советником министра финансов, он приравнял репатриантов из СНГ к незаконным мигрантам. Что ж, даже не будучи экономистом, хотелось спросить у господина Симхона, а где бы мы были без большой Алии из бывшего СССР после многомиллионных затрат на размежевание, на Ливанскую войну, на операции в Газе и тому подобных ближневосточных реалий, о которых другие развитые страны понятия не имеют. Но профессор был явно не склонен вдаваться в конъюнктивы. Конечно, ему оппонировали с фактами и цифрами, но самые, пожалуй, убедительные прозвучали в докладе крупного экономиста профессора Мунеля Трахтенберга. Экономическое чудо нашей израильской 90-х, начало 2000-х, это во многом итог Алии, это известная история. Но мы знаем о том, что был вклад, и мы полагали, что этот ресурс исчерпан. Он утверждает, тем не менее, что мы получаем, благодаря присутствию здесь репатриантов, дополнительно к бюджету порядка 100 миллиардов шекелей в год, которых мы не получали бы, если бы большой Алии не было. Это объясняет стремление нашего эстеблишмента, несмотря на то, что это усложняет культурную, социальную, политическую и прочую ситуацию, все-таки быть активными сторонниками продолжения Большой Алии. Проблемы социальной и культурной адаптации были продемонстрированы тут же в зале конференции представителями Эфиопской общины и их помощниками. Во время выступления министра абсорбции они устроили акцию протеста, требуя жилья, работы и всего прочего, и, как водится, здесь и сейчас. Такова доля эмигрантов-репатриантов первого поколения. Во втором-третьем все наладится. Да, действительно тяжело, тяжело быть репатриантом. Мы делаем все для того, чтобы условия приема в стране были лучше. Но самое главное зависит от самого человека. Когда человек чувствует, что он приехал к себе домой, а дома как дома, нужно строить, нужно изменять, нужно иногда проходить тяжелые моменты, но нужно преодолевать, он преодолеет все. Новый репатриант до каких пор? Это тема еще одного обсуждения, прошедшего в Аждоди. И на сей раз, хотя социология – это тоже наука, цифры обо всем не скажут. Каждую минуту, где бы я ни появлялась, мне тут же предлагали работу по уборке. Как-то в лифте один господин сказал моему 10-летнему сыну, который родился в Израиле, скажи маме, чтобы пришла ко мне убрать. И сын ответил, может быть, лучше, если вы уберете у нас. Мальчишка, в отличие от мамы, уже не Олег Адаш. Хотя не все эфиопы и во втором, и даже в третьем поколении чувствуют себя израильтянами. Цвет кожи не позволяет раствориться и быть как все. Совсем другое самоощущение у завотделения больницы Шнайдер, который выбирал между профессорской карьерой в Англии и весьма успешной карьерой в Израиле. Я думаю, что мы хотим стать израильтянами не потому, что мы стесняемся или было что-то плохое в нашей стране исхода. Я думаю, напротив. Прежде всего, мы сами выбрали жить здесь. Тот, кто родился в Израиле, думает, что трава у соседа зеленее и стремится поехать посмотреть. Нам это уже не нужно. Наше видение более объективное, более сионистское. Мы ценим то, что здесь хорошо. Я никогда не вижу стакан полупустым. Если да, я знаю, как его напомнить. И все же, допытывалась телеведущая Ашрат Котлер, чувствовать себя не новым репатриантом, а израильтянином. Это зависит от самого человека или от отношения общества? Я думаю, что внешние факторы в данном случае играют фундаментальную, основную роль. Но, с другой стороны, общество сегодня не требует от иммигранта, если речь идет о западных странах, или репатрианта в Израиле полностью отказаться от своего культурного багажа или об идентичности. Вот он перестает быть новым репатриантом тогда, когда он сам этого захочет. Ну да, сегодня я уже израильтянин, сто процентов. Хотя, конечно, я скучаю за прошлым, за своим статусом. Статус министра и должность генерала-лейтенанта, и служба огромная. И, конечно, мне было тяжело. Люди приехали по-разному. Одни приехали с больших высот, спустились, и здесь искали себя, и, конечно, не могли найти свой статус. А другие приехали, так сказать, с низких и быстренько поднялись, особенно молодежь. Они себя считают израильтянами. Я разговариваю с нашими профессорами, некоторыми учеными, которые уже тоже состоялись. Они хотят, чтобы им относились, как к настоящим профессорам, к ученым Израилем. Так что все по-разному. Анна Аронова, победитель израильского телеконкурса «Танцуем со звездами», считает, что именно ее алимовские, советские качества, то есть трудолюбие, упорство, дисциплина, помогли ей, а сейчас очень полезны для ее учениц. В США было проведено любопытное исследование о выходцах из Германии. Выяснилось, что даже пятое поколение американских немцев знает, из какого города приехали в США их предки. И довольно большой процент этих людей немного знают немецкий язык и историю Германии. Это говорит о том, что самая идентификация по стране исхода может оставаться очень долго. В Израиле репатриантов все время подталкивают прекратить быть репатриантами и поскорее стать израильтянами. Но исследования показывают, что самый лучший способ интеграции – это быть и тем, и другим. Возможно, и стоит перестать быть новым репатриантом, но не репатриантом. А хорошо ли то, что мы перестаем быть новыми репатриантами? И точка зрения о том, что это на самом деле не очень хорошо ни для самого репатрианта, ни для общества, она несколько новая. Похоже на то, что мы в Израиле с некоторым опозданием приходит европейская, вот эта вот постмодернистская идея мультикультурализма. Но давайте мы не будем забывать о том, что многокультурность европейская – да совсем не то, что мы можем себе позволить в Израиле. Одно дело, если бы мы были где-нибудь между Бельгией и Люксембургом, и тогда можно было бы говорить о том, что хорошо – национальное государство или государство многосоставное, многокультурное. В наших условиях мы не можем себе позволить подобной роскоши. На мой взгляд, мы можем говорить о многокультурности, но в рамках еврейского коллектива, то есть не теряя еврейского национального характера. Участники говорили об этом. Израильтянин? Что такое израильтянин? Здесь у нас кибуц был уют. Каждый из нас отдаёт что-то из своего прошлого этой стране. Не страшно, если будут разные культуры, и не все будут вести себя, как израильтяне. Вот с этим сложно не согласиться. Израильтяне не всегда ведут себя хорошо, в том числе по отношению к репатриантам. Но 50 лет тому назад было намного хуже. Мне пришлось изменить своё арабское имя Ильгам на израильское Илана. Нам было запрещено слушать свою музыку и говорить на родном языке. Я должна была быть Цаброй. И были разные обидные прозвища. Очень, очень. Ирак и пижама, и много всего обидного. Мы требуем от репатрианта измениться. Но что делает общество, чтобы принять его? Понять, что он пришёл из другой культуры, из другой ментальностью. Все эти волны Алии, как сказал Ицхак Навон, пятый президент Израиля, это изюминки в пироге. Этот пирог вкусен своими изюминками. Русскими, фиопами, немцами, французами. И такого нет ни в одной стране. А Виктор Либерман тоже считает Израиль особой страной, невиданных возможностей. Он-то репатриант из Молдовы стал главой МИДа в первом поколении. И, что заметим нечасто в Израиле, не родившись золотой ложечкой во рту и не будучи прославленным генералом. Со всеми трудностями и проблемами Израиль – это страна неограниченных возможностей. Намного больше других стран, возможно, даже Соединённых Штатов. Если посмотреть на всех репатриантов, которые, приехав в страну, стали министрами, мэрами, генеральными директорами, бизнесменами, деятелями искусства, действительно достигли заметного и почётного статуса в новом обществе, которое приняло. Это беспрецедентное явление. Это не один и не два, это сотни и тысячи. Итак, пример для подражания есть. Кто кого кормит в Израиле и надо ли торопиться стать израильтянином, мы выяснили. Всё, страна готова к приёму следующего миллиона репатриантов. Главное, как говорили наши бабушки, чтобы не было войны. Но от Министерства абсорбции это уже, увы, не зависит. Субтитры создавал DimaTorzok